Привет, привет, дорогие друзья! С вами Булкин и добро пожаловать на новый тест-драйв. Сегодня у нас действительно такая богатенькая машина с виду, очень необычная. Знаете, это, наверное, первая тачка, которую мы будем смотреть больше на внешний вид и на вообще, что происходит там в салоне, потому что технологии, технологии, еще раз технологии. Это Range Rover Velar. Давайте взглянем на то, как он выглядит, пока он еще был чистый. Сейчас вы увидите, действительно, он действительно красив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, у нас сегодня, сразу скажу, мы находимся в Кронштадте, мы приехали, чтобы снять в каком-нибудь красивом месте, но сегодня ветер 13 метров в секунду, и мы решили заехать во двор, но это не простой двор, это тот самый двор, в котором я вырос. Я родился в Кронштадте, я решил, так скажем, немножко поностальгировать и приехать в тот двор, где я провел большинство времени в своем детстве. Я извиняюсь за свой внешний вид, потому что очень сложно в такой, реально, в такой ветер здесь вот даже вот в этом пространстве продувает. Ну, ладно, мне об этом речь. Итак, друзья, Range Rover Velar First Edition. Это редкое исполнение, максимальная комплектация вообще из всех возможных. Данная машина стоит по прайсу 7 миллионов 200 тысяч рублей. Это трехлитровый дизель, так скажем, предпоследний мотор, есть еще 380-сильный бензиновый мотор, который, естественно, побыстрее. Это трехлитровый дизель, выдает 300 лошадиных сил. В принципе, это тот же самый мотор, как и ставится в Jaguar F-Pace, то есть у них они одинаковые. Машина выглядит реально круто, то есть мне, например, нравится вот этот современный дизайн. Это у нас, получается, машина 2017 года. В таком исполнении этот автомобиль единственный в Питере. Блядь, какой же ужасный ветер, это просто пиздец. Мне кажется, сейчас оператора сдует. Короче, ребят, я не знаю, все эти линии, мне кажется, максимально круто выглядят. То есть вот эти вот медные вставочки, посмотрите, просто реально очень круто. Вот как-то сочетание с этим матовым цветом, это даже не серый, какой-то такой, знаете, очень оригинальный. Вот в таком именно цвете реально машин всего, вот одна в Питере на данный момент. Что-то у меня все расстегивается, вообще ужас, погода вообще собачья какая-то, в такую погоду дома сидеть. Ну, нам дали Виларк, кстати, спасибо большое хозяину, я даже его инстаграмчик сейчас укажу. Он нам предоставил машину, говорит, катайтесь, испытывайте все, что угодно. Пробег у машины сейчас 800 километров, поэтому, так скажем, вот прям новье. Очень крутые диски, прям вообще мне очень нравятся. То есть, блин, выглядит вообще она шикарно. Кто-то, ну, кто-то типа посчитал эту машину уродом, но мне кажется, что это круто. Пакет Air Dynamic, то есть это у нас обвес идет, да, то есть вообще стильно выглядит. Вот реально молодежно, черная крыша, такой цвет. Вот эти вставки, я считаю, что нифига не лишние, потому что это типа под медь. То есть вот это цвет меди. Понятно, что это не медь, но типа реально выглядит круто. Что еще показать? И, конечно, главная особенность Вилара, это вот эти ручки, которые выдвигаются. То есть у нас получается, сейчас мы возьмем ключ, а ключ у нас с собой, закрываем машину, нажимаем и ручки, собственно, туда уходят. Чтобы открыть машину, нам нужно нажать, открываем и садимся, собственно, вот. Ну, стильное решение, прикольное, реально прикольно. Нет, тачка реально выглядит огонь. С боку, спереди мне очень нравится, то есть прям стильно. Прям вот если хочется машину, чтобы выделиться, мне кажется, это хороший вариант. Ну, естественно, так как это Range Rover, да, Range Rover никогда не стоил дешево. Он как бы всегда новый стоит дорого, но потом теряет цене прям очень колоссально, потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что Range Rover прошлого поколения, Vogue, можно взять там порядка миллиона рублей сейчас. Не, ну, 7 миллионов, может быть, оно и не стоит, конечно, но выглядит реально круто. Вот прям вот, ну, на эту тачку реально смотрят люди все, потому что мало того, что дизайн, это исполнение, то есть вообще, как бы, я считаю, что очень красиво. Я извиняюсь, опять же, да, за то, что тачка грязная, погода собачья просто. Мы ее только что помыли, но вы чисто ее по-любому увидели. Давайте посмотрим на жопу. Жопа такая зализанная, круто, вообще очень круто, я не знаю, мне нравится. Кто-то, опять же, да, скажет, что урод, ну, блин, типа, реально, я уже просто привык. Знаете, это когда выходит новая тачка, ты сначала же думаешь, что это, что за урод вообще вышел, а потом ты привыкаешь и думаешь, бля, круто. Тут, как, знаете, не знаю, любое автомобиль обновится, вот Kia Rio обновляется, все думают, блядь, вот старая была лучше, а потом все привыкают. Грубо говоря, здесь то же самое, это просто для нас сейчас выглядит, да, все это как-то вот необычно, зализано, прилизано, вот эти линии, не, ну, круто, реально круто, я не знаю, мне очень нравится. Кронштадтские голуби довольно наглые, я смотрю, да? Ну, давайте чисто так посмотрим, вообще, что тут багажник из себя представляет. Он, то есть, вот, едино открывается, какие-то вещи хозяина, в принципе, не знаю, кроссовер стильный, можно загрузить, места достаточно, что спереди, что сзади. Ну, про то, что говорить, что все электро, да, там, доводчики, хуетчики, алькантара, я не знаю, полная отделка кожи, очень симпатичная кожа, кстати, белого цвета, бело-черная даже, если быть точнее. Музыка Meridian 1600 ватт, очень круто звучит. Парктроники в круг, то есть, это вам не просто, да, задние и передние, это парктроники в круг, камеры 360, хорошее качество. Внутри вы сейчас просто увидите, ну, кто не видел, это, ну, реально космически выглядит. Собственно, сзади выглядит так все, спереди у нас вообще все шикарно, я считаю, то есть, здесь ничего, в принципе, лишнего нет, динамики, на пороге у нас вставочка R-динамик. Единственное, смотрите, ребят, 800 километров пробега, ну, типа, я считаю, что сидение уже такое, то есть, во-первых, оно красится, ну, все зависит от джинс, но я не думаю, что это я покрасил за 20 километров или сколько, 40, я проехал, скорее всего, я не думаю, что у владельца такой машины тоже дешевые джинсы, поэтому, типа, белая кожа, это всегда марка, да, то есть, даже руль марк вот замарался у нас, это действительно плохо, но надо химчистить, постоянный детейлинг заезжать. Смотрите, вот еще, кстати, чтобы увидеть надпись, смотрите, как хитро, вот так вот ничего не видно, открываем сначала переднюю дверь, открываем заднюю дверь, и мы видим вот эту замечательную вставочку First Edition, что означает комплектацию данного автомобиля довольно-таки редкую. Не, ребят, я, ну, серьезно, вживую еще круче выглядит, я видел, то есть, да, фотографии, когда эта тачка только вышла, их, в принципе, становится все больше и больше, то есть, народ реально покупает. Я считаю, что эта тачка для, так скажем, наверное, людей, там, молодых, кто может себе позволить, наверное, до 35 лет, либо для девушки, потому что это типа Evoque для богатых, еще для более богатых, то есть, если Evoque стоит дешевле, да, и считается все-таки такой, знаете, женским, наверное, женским автомобилем, потому что в основном на них ездят женщины, то Velar это больше такой упор на молодых людей, да, на парней, которые могут себе позволить больше, им не нравится спорт или просто надоело и хочется выделиться, и они берут Velar. Круто, реально круто, вот за внешний вид я ставлю прям пятерку из пяти, потому что на данный момент эта тачка очень сильно выделяется, и очень круто и гармонично смотрится. Давайте заглянем в салон, посмотрим, что там. Да, друзья, вот сидишь и понимаешь, что, блин, помимо стиля, блин, вот реально, знаете, это единственная машина, я вот человек, знаете, не старой закалки, реально молодой, и все эти технологии, ну, по сути, мне должны быть знакомы. Когда я сел в Velar, это, наверное, единственная машина, в которой вообще не понял, вообще, что здесь происходит. Раз монитор, два монитор, три монитор. Значит, первый минус, это то, что все пачкается, марается, то есть вот вы оставляете, да, тыкаете, естественно, отпечатки есть. Я сразу вам скажу, друзья, очень сложно на камеру передать, здесь с какой-то неебической частотой работает этот монитор, поэтому, возможно, будет рябить, плюс он очень сильно бликует, кстати говоря, вживую не так сильно, но на камеру это видно. То есть блики есть, да, от монитора, хоть он прям вот качество хорошего. На приборной панели у нас написано R-динамик, вот постоянно, да, если машина вот просто вот как бы вот в таком положении. Давайте заведем трехлитровый дизель наш 300-сильный. Собственно, вот появляется тахометр, R-динамик, вот в таком виде пневма наша поднимается, и вот так вот выглядит, в принципе, тут можно, естественно, все настраивать, можно убрать навигацию, подвинуть, там все, вот это вот все регулируется. Я вот сейчас вот ездил на этой машине уже час, я до сих пор не понял, как нормально настроить климат, потому что, смотрите, вот просто сколько здесь всего. Вот сейчас мы находимся в режиме автомобиль. Давайте попробуем как-то это все-таки заснять, чтобы вот посмотрим именно на этот монитор. Вот просто вот сначала вот сюда вот. Опять же, да, друзья, говорю, что очень сложно его заснять, он вообще очень-очень такой, ну, короче, технологичный. Значит, смотрите, вот режим автомобиль, что, простите, блядь, здесь происходит? Значит, картинка Вилара, вот этим колесиком мы выбираем режим, сейчас у нас стоит динамический, можем поставить эко, мы можем поставить комфорт, здесь что-то все меняется сразу. Также у нас дублируется на панели приборов это все. Трава, гравий, снег, очень красивая графика, хороший, вообще, очень, ну, качество вот картинки, разрешение очень классное, песок. Различные режимы, при этом здесь мы регулируем, собственно, пневму, она сама автоматически так же поднимается в каждом режиме или опускается. Здесь у нас авто старт-стоп, который мы выключим. Так, здесь у нас что это вообще? А, вот, да, мы нажимаем сюда, у нас на приборной панели пишется выберите передачу для АТП-Ц. Ну, короче, очень много различных систем, это только вот режимы настройки автомобиля, так что я думаю, что здесь, ну, какой-то шлем, то есть здесь, я так понимаю, что это у нас. Во, смотрите сюда, теперь здесь мои динамические настройки, двигатель в динамическом режиме, переключение передач, динамический режим, все это, я так понимаю, настраивается. Да, смотрите, круто, круто, конечно, ну-ка, что здесь еще? Да, секундомер в дизельном велоре, я понял, даже датчик перегрузок есть, как в Порше, ё-моё, акселерометр, педали, да ладно. Оу, тормоз и газ, график можно посмотреть, да ладно, ничего себе. Не, ну, прикольно, заморочились, ребята, мультимедиа реально симпатичная. Давайте включим камеры, камеры, так, это круговые, что тут еще можно сделать, допустим, сюда, если нажать, что это? А, можем выбрать задницу, господи, ну, короче, каких-то только бок, жопа плюс бок, я не знаю, куча камер совмещать можно. Ну, то есть, короче, мне кажется, вот реально припарковаться просто не проблема на этом автомобиле, потому что, ну, это просто вот, ну, серьезно. Ну, вот видите, я уже заморал, не думаю, что у меня очень сильные грязные руки. Навигация, сюда вставляется сим-карта, вот сейчас мы находимся в Кронштадте, улица Восстания, вот, собственно, выглядит очень классно, то есть, графика реально на высоте. Так, давайте вернемся сюда, значит, здесь у нас, на нижнем экране, климат-контроль. Вот это сложно было, это было сложно, чтобы отрегулировать нормальную температуру, то есть, вот этим колесиком у нас водитель регулирует, здесь у нас регулирует пассажир, тут у нас включается кондиционер, все сенсорно приятно, но, сука, пачкается, реально пачкается, марается, постоянно надо как-то это все вот так. Так, здесь у нас громкость мультимедиа, сиденье, значит, есть массаж, есть подогрев, есть обдув, есть минет, все, что надо, короче, здесь сиденье сделают, поэтому реально здесь вот просто, ну, как бы, чего, я не знаю, чего тут нет, короче, настройки, то есть, вот, допустим, нажимаем настройки здесь, можем настроить тему, белое, кстати, вот, не знаю, белое было бы лучше видно или, наоборот, хуже? Нормально. Нормально, да, хорошо, отлично. Яркость, угол экрана, вы смотрите, блядь, ну, это же просто, у нас уходит туда, наоборот, делаем его вот так вот, он у нас поднимается, ну, ребят, ну, тут, короче, технологии и технологии, реально, то есть, вот, чтобы реально разобраться здесь во всем, прям, чтобы вот чувствовать себя комфортно и знать, куда тыкнуть, чтобы что-то вот сделать, это надо время, поэтому я вот посвятил сейчас, чисто вам показал, вот, наверное, половину или процентов 30, также, естественно, мультимедиа, там, всякие, блядь, подключать, блютуз, это, я даже молчу, домашний экран, вот, что мне интересно на домашнем экране, так, закрываем это, включаем домашний экран, в принципе, работает все довольно быстро, ну, тут, я так понимаю, можно настроить, знаете ли, как на смартфоне, любые значки, то есть, вообще, все, как бы, сами настроить, давайте теперь на руль обратим внимание, он тоже достоин отдельного внимания, значит, смотрите, громкость регулируется, помимо того, что мы можем нажимать вот так вот, да, вот так вот, плюс-минус, мы можем еще выкручивать и вот так вот ее прятать, то есть, ну, типа, вот так вот, сюда кнопочка избрана, голосовое управление, отвечать на звонки, здесь круиз плюс подогрев руля, кстати, это не сенсор, ну, было бы глупо делать сенсор, потому что здесь бы очень часто вот так можно было бы нажать, ну, и настройки всего, что тут происходит, еще помимо на экране и так далее. Короче, ребят, проекция, алькантары, панорама, то есть, вот, это самый максимальный велар, то есть, что-то придумать, только еще максимальный, это может быть мотор, ну, может быть, я не знаю, я, честно, не интересовался у хозяина, почему именно дизель, а не бензиновый, вообще, я так понял, это просто, вот, он хотел именно получить все, и эта машина была ли, ну, это первая машина и пока что единственная в Питере, вот, максимальной first edition комплектации в таком цвете, в таком стайлинге со всеми опциями, поэтому, собственно, он ее, возможно, и забрал сразу. Стоит ли она 7,2? Не знаю, вопрос сложный, учитывая, сколько стоит Vogue на данный момент, наверное, может быть и стоит, потому что Vogue сейчас рестайлинговые пошли чуть ли там в хорошей комплектации с нормальным мотором, да, не трехлитровым, это где-то вообще там больше 10 далеко. Значит, смотрите, кстати, подстаканник, вот, вот, посмотрите вот сюда вот, пожалуйста, вот как бы вы его открыли, на самом деле, не, логично, я догадался сам, но все равно, смотрите, то есть, вот, ну, понятно, что здесь что-то есть, ну, вот кнопочка Land Rover здесь неспроста, потому что нажимаем, и здесь у нас крышечка от нашего объектива лежит, ну, короче, подстаканник, причем, смотрите, насколько вот, вот сейчас возьмем даже бутылочку, вот, просто даже входит, понимаете, вот тут вот резиновые подушечки, которые специально облегают любую форму стаканчика, любой объем, и бутылочка встает вот так вот, и прям вот она никуда отсюда не денется, это просто великолепно, я не знаю, такое вот реально, на мелочи здесь реально уделено очень много внимания, и это круто. Ну что, теперь время проверить на ходу, поездим, посмотрим, покомментируем, и, в общем-то, посмотрим, что вообще, как бы, внешний вид понятно, внутри все понятно, богато, дорого, стильно, но как машина ведет по себе? У нас летняя резина, поэтому можно позволить себе немножечко пошалить. Ребят, один нюанс, который мы заметили по мультимедии, значит, тут стоит какая-то флешка, глобода, окей, смотрите, короче, допустим, переключаем треки, да, смотрите, я, допустим, хочу вернуть на несколько назад, и вот я тут что-то так защелкался, и вот отпускаю. Если что, мы ждали так один раз, то есть мы реально хотели вот мотнуть там, то есть вот хочется, знаете, так вот иногда на первую примерно мотаешь, а он не тормозит, то есть он мотает, 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 и мы так ждали минут, наверное, 5, а, вот еще, кстати, быстро, смотри, мы-то сколько, мы не сильно нащелкали, мы ждали очень долго, пока оно это отглючит, ну, короче, то есть вот он мотает, мотает, не, смотри, сейчас нормально, тогда нет, тогда все окей, тогда все нормально. Да, на камеру не хочет просто, короче, был вот такой косяк какой-то, ну ладно, так, в принципе, все заебись. Так, ну что, друзья, время прокатиться, значит, ну, обычная шайба, как и на всех ранжеверах последних, переводим, давайте в WES сразу, что уж мелочится, так, у нас, значит, выбрать динамический режим, тут хрен пойми, так, по нему возвращаем в норму, режим поставим динамический, я надеюсь, что я все правильно сделал, так, ну все, короче, самый такой спорт, так, ну все, поехали, сейчас выйдем с этих неровностей, машина, кстати, да, вот, то есть мы сейчас в спорте, получается, блин, ну типа она очень собранная, то есть у нее в меру, она в меру мягкая, она в меру жесткая, это вот прям, мне кажется, сбалансировано, как она и должна быть, то есть она была чересчур комфортная, в плане вообще мягкая-мягкая, то ей бы не шло, мне кажется, для этого как раз есть обычный Vogue, хотя Vogue на самом деле тоже такой довольно-таки жестковатый, я на нем катался тоже, ну что, давайте выезжать, попробуем так, ну, в принципе, неровно всегда чувствуется, но отрабатывает он их нормально, учитывая, что у нас сейчас довольно-таки низкий профиль, большие катки, вы видели сами, кстати, да, мы на лете уже, ну, хозяин вот недавно забрал машину уже на летних катках от дилера, проекция, ну, вам ее не видно, да, в принципе, там просто скорость рисуют, так, ну, давайте немножко притопнем, ну, вот дизель, да, крутящий момент, хорош, 60, снег набился, чувствуется, да? Короче, сейчас надо снег выбить после наших катачков, так как у нас очень много этих спиц, короче, между спиц прям набилось, ну, ладно, пока-то не будем сильно гонять, в принципе, значит, что я заметил уже, сейчас попробую вам показать, просто боюсь, оператор улетит, тачка очень круто рулится, она прям очень сбалансирована, то есть прям вот как она должна быть, я не знаю, как бы, может быть, в динамике она просто очень, я просто боюсь, реально, оператор у нас улетит, то есть она, может быть, я на лете не ездил, да, ну, как же у нас косоебит, блядь, из-за этих, ебучего, сука, из-за этого снега. Ну, сейчас, да, придется, наверное, смахнуть, сейчас пока это, поедем так аккуратнее. Короче, тачка очень сбалансирована, очень круто рулится, учитывая ее, как бы, все-таки это кроссовер, такой немалый, прям, знаете, вот, я, честно, давно не, вот, у меня был X6, X7, мне кажется, что даже их X7 может быть вот наравне, по балансировке в плане рулежки, очень классно, я не знаю, я не ожидал такого, если честно, да, нам придется заехать на самомойку, потому что это полный пиздец, блядь, просто, знаете, у нас как будто это, у нас как будто какие-то, блядь, просто вот так, блядь, едем, ну, так, ребят, ну, нет, давайте, короче, реально отмоем катки, потом продолжим, это невозможно просто. Фух, друзья, весь мокрый, очки мокрые, мы помыли машину на самомойке, но теперь будет, я думаю, нормально, сейчас как раз стоим на солнышке, отогреваемся, и, знаете, друзья, я тут задумался, давайте посмотрим, обратимся к приложению Автору, вообще глянем, какие варианты вообще по России сейчас продаются из Range Rover Velar, почем начинается, вот, да, какая самая стартовая цена, какая самая дорогая машина из всех продающихся, и, в общем-то, давайте открываем приложение Автору, итак, я уже выбрал Land Rover, давайте выбираем Range Rover Velar, 517 автомобилей по всей России прямо сейчас продается, итак, у нас сейчас стоит сортировка по убыванию, то есть самая дорогая машина, это 7500, слушайте, ну, это, вот, кстати, трехлитровый дизель, 18-й год, значит, может быть, трехлитровый дизель просто более ликвиднее, скорее всего, а есть ли у нас бензиновые машины, и почем они стоят, мне просто реально, о, Красноярск, смотрите, 380 лошадей, бензинка, здесь у нас получается, ну, не такой прям насыщенный матовый цвет, здесь просто серебро, вот это какое-то бежевое, бежевое серебро, я так назову, катки, конечно, много проще, чем у нас, ну, салон, в принципе, такой же, по опциям надо, опять же, смотреть, тоже аэродинамик, а какая самая дешевая, какая самая дешевая машина по возрастанию цены, Керч, смотрите, 3 миллиона 500 тысяч рублей, ну, я так понимаю, о, 2 литра, 180 сил дизель, ну, да, он, скорее всего, совсем уныло едет, и, конечно, здесь по комплектации мы уже видим, что здесь не, собственно, дисплей, да, обычные приборы, ну, и, в общем-то, видно, что машина такой комплектации не очень хорошей, ну, вот, то есть, начало цены 3 500, в смысле, неправильно выразился, не очень хорошей комплектации не бывает, просто она, как бы, попроще, 3 миллиона 500, 17-й год, 6 тысяч пробега и мотор 2 литра дизель, дальше идет новый автомобиль 2 литра дизель за 3 600, ну, в общем, примерно около 4 миллионов что-то вот начинается и заканчивается, как вот у нас, в нашем случае машина стоит 7 200, но я думаю, что со скидками, конечно же, она стоила дешевле, поэтому, собственно, у нас самый фул как раз вот за 7 200 по прайсу автомобиль наш стоит, так что вот так, друзья, я оставлю ссылочку на автору в описании, вы можете по прямой ссылочке переходить, если вам интересно, посмотрите вживую, какие варианты из Виларов прямо сейчас продаются, возможно, в вашем городе, и, в общем, вживую сможете посмотреть вообще, что, почем стоит, и по ссылочке в описании очень удобно, так что приходите, смотрите. Итак, друзья, ну что ж, в общем-то, по шумоизоляции, вот сейчас еду, вот 120 км в час, понимаю, что, наверное, могла быть лучше, в принципе, как бы постороннего ничего не слышно, но, блин, реально, типа, могло быть потише в салоне. Давайте вот динамику просто, сейчас у нас, значит, спорт режим, 124 км в час, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160. Ну, в принципе, для дизеля это неплохо, я считаю. То есть по динамике, наверное, для дизеля реально это хорошо. Не, очень комфортно, очень комфортно, в принципе, мягко, вот едем, вот можно просто, знаете, уснуть, то есть еще включаешь массажик себе, просто вот там, не знаю, это, нет, это подогрев, включаем массаж, скорее всего, вам не видно, потому что монитор, я опять же говорю, бликует, область плеч, пожалуйста, мне, и включаем, и все, и вот просто, просто хорошо. Нас предупреждают, что впереди камера, очень комфортно, очень замечательно, ты едешь, на тебя люди смотрят реально, ну, вот, по крайней мере, сейчас, когда этот автомобиль не так давно появился, у него действительно смотрят. Все, вообще идеально, навигация, опять же, да, с пробками, с этими, блядь, с камерами, видишь скорость тут, тут, проекция, все, кожа вокруг, жизнь удалась, короче, едешь и кайфуешь на стильном таком, массаж, кстати, действительно кайфовый. У меня, кстати, ни одной машины с массажем не было, такая бесполезная, на самом деле, вещь, потому что, ну, как бы, настоящего, лучше настоящего массажа ничего не бывает, поэтому так чисто, может быть, чуть-чуть расслабиться, но все равно приятно. Вот тут он неплох, я пробовал массаж на Range Rover Vogue, который вот дорестайлинговый, ну, вот, который года, там, 13-го, грубо говоря, условно, там он такой попроще был. Блин, рулится охренеть просто, я вот не боюсь, что у нас просто камера по пизде пойдет, что, собственно, и происходит. Оп! Очень острая рулежка, то есть, в динамике, по крайней мере, очень сильно ощущается, прям вот реально, то есть, ты как в литой сидишь, такие полуковши, при этом очень комфортные, мне сиденья замечательные, то есть, прям, вот, не знаю, по комфортности тоже вышка. На что вот реально стоят, наверное, вот минусы, да? Главный минус, я считаю, что все-таки машина не стоит таких денег, ну, реально. Будь там 3-х литровый дизель, будь тот 3-х литровый бензин, 7 миллионов за стиль отдавать, за рейндж-ровер, ну, не знаю, не знаю. Хотя, понимаете, сейчас цены такие, то есть, взглянуть там, да, сопоставить каких-то конкурентов, которых мне сложно назвать, кроме F-Pace, которые вроде тоже кажутся необычным, но он более такой, знаете, спокойный. Я не знаю, таких необычных конкурентов я даже пока и не вижу. То есть, Vilar, прям, реально, действительно, вещь. Вот, смотрите, как на солнце, не знаю, вам видно или нет, все отпечатки бликуют. Это, конечно, печально выглядит. Не, вот на ней, даже учитывая, что у нас вот эродинамик, спорт режим сейчас, не хочется гнать, то есть, да, ты уверенно чувствуешь крутящий момент дизеля, вот, захотел и, в принципе, пошел, сделал вот так вот, перестроился. Все это спокойно, массаж в это время работает. Немножечко нажал педальку, уже там больше соточки едешь. Прекрасно, прекрасно, ребят. Реально, это, наверное, в принципе, да, то есть, опять же, нужно всегда понимать, для чего ты берешь автомобиль. Этот автомобиль, прежде всего, он для того, чтобы подчеркнуть, может быть, свой какой-то имидж, стиль, то есть, да, это стиль. Тут ты отдаешь деньги не за, тут ты отдаешь деньги за технологии, да, вот, которые вот реально вот новшество вот этого для нас, для всех, и плюс за стиль, за внешний вид, за вот эти вот линии, за обилие кожи салькантарой, вот ты за это отдаешь деньги. Мотор обычный, то есть, вообще, в нем ничего, коробка обычная. По технической части, да, он как бы едет неплохо, опять же, повторюсь, но это не фантастика никакая, да, это не быстрая машина, это не, то есть, у нее цель одна, чтобы выделяться в потоке, у тебя есть деньги, ты хочешь необычную машину, все, ты покупаешь Вилар. А простой ответ, да, кому нужен этот автомобиль, серьезно. Но по ценнику, опять же, я говорю, спорить можно без конца, потому что сейчас, к сожалению, у нас вот, ну, вот такие цены на автомобили на новые. Это, конечно, просто пиздец, в спору нет, но, с другой стороны, не знаю, мне нравится. Это, наверное, самая необычная машина, на которой я ездил, от которой ты получаешь, не получаешь эмоции от ускорения, от динамики, да, но, может быть, я зажрался, опять же, я говорю, мне сложно, вот, ну, как бы, это может звучит, там, типа, пафосно или как-то, да, но я говорю, как есть. Я действительно катаюсь в последнее время на мощных машинах, не имеющих, там, 400 сил. Если это будет тапка в пол, то машина будет нормально ехать. Причем она уверенно идет, это стоковый автомобиль. Просто со стороны, я уверен, это выглядит потрясающе. Да, я даже ничего не делал, мне просто, вот, как бы, перестраиваются, уступают. Нет, она не грозно выглядит. Наоборот, сразу понятно, что там, скорее всего, молодой пацан едет, или девушка действительно не скажет. Вот ты, вот когда видишь эту машину, ты не скажешь, что там 50-летний, не знаю, пузатый дед едет. То есть, эта машина сразу понимает, что тут, ну, вот, пацан, который, ну, вот, смог. Вот реально. Поэтому, как бы, не, замечательно, замечательно, молодежно, стильно. Я уже повторил это кучу раз, но больше про эту машину ничего не скажешь. Итак, друзья, ну что ж, время замеров. Так, ну что, снимаю общий план. Я думаю, мы поедем в ВЭС, нас двое, паспорт 6,5. Я думаю, будет 7, 6,9, 7,2. Вот так примерно, я думаю. Ну что, с двух педалей. Ну, давай, 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 давай. 7,4. Ну, значит, в одиночку это где-то 7, 7,2. Я думаю, что мы больше не будем мучить машину. Одного результата достаточно. Так что, получается, у нас летняя резина. Было сухо, показало почти на секунду больше, чем паспорт. У нас двое. Хрен знает. Машина не обкатана. Ну, я думаю, что она поедет в одиночку при самых лучших условиях, наверное, 6,9. Ну, вот прям вот в стоке, я думаю, 6,5 она не поедет. Потому что тренажер никогда особо не славился честными показателями паспорта. Но после чипа как раз-таки паспорт она 6,5 бы и поехала. Так что, вот такие вот дела. Тачка выполняет свою миссию на все 100%. Дарит комфорт, дарит все, что ты хочешь. Вот и все. Минусов? Ну, серьезно, я не знаю. Ну, вот что вот. Ну, да, это Range Rover. Но хотя в последнее время они исправились. Типа, я никогда не был против этой марки. И считаю, что у каждой машины есть хорошие. У каждой марки есть хорошие машины, есть плохие. Это факт. Как себя покажет Velar, конечно, мы пока не знаем. Но не думаю, что какие-то будут проблемы с технической частью или с чем-то еще. Ну, поэтому, ну, может быть, изобилие вот этой вот всей электроники, да, мониторов. Может быть. Но я не думаю, что они такие дураки и выпустили сырую машину прям-таки. Поэтому, скорее всего, все должно работать хорошо. Что, гарантия есть, катайся не хочу. Поэтому, ребят, это действительно самая необычная машина, на которой я ездил. Я ее понимаю прекрасно, но она мне не нужна. То есть я в себе такую не взял. Потому что у меня другие какие-то, так скажем, параметры, да, другие планки для машин. То есть для меня, ну, мне хочется драйва, я привык к мощным машинам. Но я считаю, что идеально иметь просто спорткар и, допустим, кроссовер-бнедорожник. Это прям вот идеал. Вот. Поэтому, а здесь как бы вроде скомбинировано. Но в то же время и не рыба, и не масло, и не рыба, и не мясо. Но как бы зато у тебя стиль, которого нет даже на каком-нибудь спорткаре. То есть действительно эта машина выглядит со стороны, как, блин, мне кажется, на тот же Porsche, какой-нибудь Boxster, не говорим, ладно, 911-й, понятное дело, все смотрят. Porsche Boxster, который привлекает меньше внимания, чем 911, примерно привлекает такое же внимание, как Velar. Потому что для людей это новинка, и это реально стильно. Ну что ж, друзья, вот и подошел наш тест-драйв. К концу Range Rover Valera Velar. Реально прикольная машина. Мне понравилась со своей изюминкой, но я бы не взял. Я, в принципе, это очень часто говорю. Реально, ну, как бы, есть в ней фишка. Это необычная тачка. Она найдет своего клиента. Честно, когда только ее представили, как только они появились в России, я думал, что их вообще не будут брать. Я в Питере видел, помимо вот этой, еще, наверное, уже штук, ну, блин, штук 5-7 точно видел. То есть реально просто вот так вот, катаясь по городу, я встречал их. Поэтому люди покупают, значит, Range Rover не ошибся, что прислал их нам в Россию. Действительно, люди будут их покупать и покупают уже. Собственно, очень неплохой аппарат. Опять же, да, повторюсь со своей изюминкой. И миссию он выполняет на все 100%. Друзья, спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, Bullkin.spb. Там всегда очень много всяких различных новостей, инсайты всякие, да, истории. Там со съемок и так далее. Фото, видео, в общем, все как надо. Ну, и в общем-то, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Комментируйте, обязательно пишите ваше мнение. Как вы считаете вообще, что думаете про этот автомобиль? Что думаете про его цену? Что думаете вообще, кто их будет покупать, зачем и почему? Обязательно читаю ваши комментарии. Все, ребят, до новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok